доброе всем утро наконец-то мы можем увидеть что окружает дом а там окружают другие дома и все выглядит на самом деле не так темно и мрачно и страшно сейчас мы будем завтракать и поедем в сторону аль капитана потому что мы сейчас находимся в парке юсимити мой завтрак не будет каким-то уникальным это будет гранула как всегда и так есть небольшая сложность ребята рано утром уехали здесь не ловит ни какая сеть здесь нет интернета реально вообще нигде даже отойти на какой-то пригорок здесь нет просто ничего ну и еще одна сложность гранолу на котором я так рассчитывала ребята съели утром перед отъездом хотя у них было три гранолы других они съели мою и вот я не знаю как мне реагировать вообще мне неприятно короче немножко злая потому что мой завтрак сегодня будет не такой как я хотела сюда икон сделан из индейки вот так вот выглядит мой завтрак в американском стиле совершенно не презентабельный то как подают здесь приятного аппетита я вот уже сижу в машине мне сюда кипочка необычная потому что мы идем сейчас смотреть на эль капитан и я как всегда ищет какой-то фитнес этот мужчина меня сведет с ума со своими фитнесами казалось бы ребят давайте все вместе тусить и наслаждаться отпуском нет надо идти на фитнес ну ладно раз в неделю 2 но прямо от этого зависит сейчас в этом всем самое неприятное что это влияет на мой досуг потому что в тренировку у него занимает 3-4 часа представляете 3-4 часа активного времени на отпуске и меня это короче у меня просто сегодня такое настроение мне все раздражает и все началось с того что съели мою гранолу из всех из четырех упаковок они почему-то разрешили съесть именно мою хотя сами вчера купили две упаковки почему и на мою надо было есть я не знаю буду стараться себя контролировать потому что сегодня данного парня у коли у нас день рождения и не хотелось бы портить ему праздник таким занудством кепка конечно прошло 20 минут но он все еще где-то ходит узнает про самое удивительное что мы сейчас находимся в какой-то деревне в лесу в юсимити но даже здесь есть фитнес 24 на 7 это удивительно итак мы здесь остановились на этой золотой траве чтобы короче сфотографировать вот этот вид очень мне кажется красиво-здорово дашь очень так непредсказуемо хорошо здесь открываются красивые виды воздух густой мы заехали в парк юсимити проезд платный ну как обычным стоит 35 долларов на 7 дней но можно купить пожизненный проезд на территорию парка за 80 долларов и ездить сюда постоянно я думаю и это имеет смысл для местных ну 80 только для граждан сша да можете заметить в долине есть дым там горит сейчас лес и везде стоят объявления что сердце вот этого каменного мужчины не выдержало при взгляде на такие моменты слабость это горы а у ильи слабость это это водоемы и мы сейчас остановились возле водоема и хотим спуститься к нему и потрогать эту чистейшую воду которая идет к нам прямо хорошо хорошо ну что здесь люди видишь где тут форель классно да вау мой пупсик короче илья решила скупаться никто не знает можно ли здесь купаться если не сказали местные если не написано нельзя ну давай ну после озера рит зимой тебе ничего не страшно ну давай пусти слезу это америке красиво вот россия другой ну как бы мне здесь нравится но мне бы хотелось пойти в горы илья там впереди еще водопад сейчас поднимаемся на водопад посмотреть это местная достопримечательность все туда идут и на решетку конечно этот водопад посвящен наверное какой-нибудь невесте и искупавшись в нем можно избавиться от грехов и омолодиться ну и все в таком духе просто обрести свободу это же по-американски мы тут решили уединиться на камушках да очень такой величественный вот мы сидим у нас вид прекрасный и мы смотрим как японцы фотографируются на фоне японцев мы здесь сейчас это лучше нам нужно будет проехать по этой тропе и здесь только эль капитан парковаться здесь нельзя поэтому нас два варианта либо здесь быстро запарковаться избегать к нему либо отсюда долго идти по дороге и затем уже можем располагать любым количеством времени сходить к нему и назад но там нет тропы поэтому придется пробираться сквозь лес катя переобувается в удобную обувь красиво да очень такая у него текстура как дерево какое-то без кожуры идти во влоге скажут что илья ходит на легке а жена таскает рюкзак делает ремонт сложно и еще много тяжелой работы в горы почему-то 1 поперлась этот лес настолько необычный потому что вдоль тропинке лесной такие гигантские камни мой необычный песок в лесу какой-то серый мне кажется дорожка получше чем там сюда наверно такой непростой лес чем ближе мы подходим к горе тем больше каких-то мух как вы думаете что это какашки медведи медвежонка и где-то его мама наверное ходит илья ты вообще что вот он аль капитан очень монументально мы вышли из кустов и закончились мошки они нас в кустах там просто облепили возможно там кстати есть какое-то прибежище прибежище медвежь медвежат так что мы идем дальше хотим прям потрогать стену сколько это будет возможно или отдохнуть и смотрите что я вам покажу самая высокогорная рыба в мире вид конечно открывается потрясающе надо было нам здесь пикник замутить с тобой но у нас для пикника есть с собой только вода мы сейчас находимся на высоте 1287 метров вот вниз вот если там видно вот это все оттуда вниз где зеленые кусты мы оттуда пришли но я хотела дойти до до эль капитана и прикоснуться к нему но видимо это невозможно потому что солнце начинает садиться и нам нужно уже возвращаться назад поэтому не в этот раз проявите благоразумие сказал мне илья несмотря на мои горящие глаза так нас ждет это сложная дорога по камням угол наклона скажем мягкая 45 точно на он туда вниз он если видите дорога нам туда красивые виды прошел не один час фух наконец-то мы спустились нас сразу же атаковали мы уже едем домой и я меня завезет я буду с ребятами праздновать и делать барбекю а я поедет в зал на тренировку несмотря на то что все отмечают и хочется за всеми тусоваться он идет в зал такой вот выбор у человека сейчас я вам на телефон сниму у меня объектив треснул выглядит жутко 4 доллара комиссия ну а между тем мой объектив выглядит очень печально давайте покажу вам наш домик днем все так очень по-деревенски заходим это что мясо что ли такие шматки тибун больше белка стриплоин больше жира которые подарили мне жизни подарили подарили меня мне же за них красивым стройным привлекательным мужчиной илья заводи бэд вот такой вот подарок теперь надо идти купаться торт в америке смотрите что у нас тут Ваня сделал он налил фэйри в посудомоечную машину и в итоге посудомоечная машина сломалась да уж она не смогла справиться с таким количеством фэйри с днем рождения тебя сегодня у меня будет очень интересный день я видимо никуда не попаду ничего сегодня не увижу блин мне так обидно я возвращаюсь короче 1 назад